МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖДСУ новости. В студии Жан-Дос Назарбаев. Сурдоперевод Даурена Аббрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. Конструктивный диалог. В Талдукургане прошел круглый тайм Национальной ассоциации животноводов Казахстана. Обеспечить благополучие. Национальный институт при поддержке казахстанского представительства ООН провел семинар по обсуждению острых проблем населения Алматинской области. Игры для настоящих мужчин. Подведены итоги чемпионата Казахстана по национальным видам конного спорта среди молодежи. Разделение Алматинской области проводится для решения вопросов государственной важности. Такую информацию озвучил глава края Канад Бузумбаев на внеочередной 17-й сессии областного маслехата. Депутаты поддержали инициативу президента республики об образовании области ЖДСУ с административным центром в городе Талдыкурган. И приняли совместный акт с Акиматом Алматинской области. В состав Алматинской области входит 17 районов, 3 города областного значения и 742 населенных пункта. За 20 лет своего развития регион добился качественных результатов в социально-экономическом плане. В 25 раз выросли объемы валового регионального продукта. В 17 раз промышленного. Сельского хозяйства в 16. Строительных работ в 30. Введено в эксплуатацию свыше 13 миллионов квадратных метров жилья. В экономику области привлечено более 7 триллионов тенге инвестиций. Бюджет области вырос с 21 миллиарда тенге в 2001 году до 830 миллиардов тенге в 2021 году. Таким образом, процесс объединения двух областей положительно повлиял на устойчивый рост экономики и улучшение инженерной и социальной инфраструктуры края. Но в разрезе отдельных сельских населенных пунктов желаемые перемены, направленные на решение проблем, продвигаются очень медленно. Разделение Алматинской области производится не из-за того, что исчерпало свои возможности по обеспечению дальнейшего социально-экономического роста, а развитие алматинской агломерации, где проживает свыше 1 миллиона жителей области. Из них 170 тысяч человек живут в необустроенных дачных массивах, находящихся в пригороде Алматы. Из Талдыкургана отдаленно решать эти вопросы непросто. Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс госуправления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, а также придадут мощный имбульс двум регионам. Канад Базумбаев отметил, на территории области ЖТСУ будут находиться 8 районов, 2 города и 352 населенных пунктов. В состав Жалматинской области войдут 9 районов, а один город с 380 населенными пунктами. В настоящее время создана рабочая комиссия по разделению области. Разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ двух территорий. По словам Акима, уже ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагай. Все эти решения приняты во исполнение поручения главы государства, озвученным в послании «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации». И они нашли единодушную поддержку в ходе проведенного заседания Алматинского областного мастыхата. Сегодня Алматинскую область тоже хотят разделить на два. ЖТСУ, который будет дислокироваться в городе Капчагае, сейчас Кунаево. Я думаю, это тоже даст толчок для развития города Талдыкурган. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю. Мы сегодня видим это решение. Недавно было принято тоже, знаете, в Чемкенте разделили область тоже, туркестанский город Чемкент. И вот только за последние показатели два с половиной раза увеличился бюджет области. Сегодня идут инвестиции и увеличивается, будем говорить, население и так далее. Поэтому я думаю, что от себя лично, думаю, что это очень правильное решение. Потому что оно даст толчок именно развитию города Капчагае, Кунаево, который имеет огромный потенциал в этом деле. И имеет огромный потенциал и в инвестициях. Поэтому я лично сам хочу сегодня поддержать решение нашего президента. В целом, как заверил Канад Базумбаев, выполнение задачи по разделению Алматинской области не скажется отрицательно на развитие экономики двух регионов. Наоборот, создаются дополнительно новые возможности для значительного увеличения плановых показателей, утвержденных до 2025 года. Новый Казахстан. По поручению главы государства Касымжомарта Тукаева был организован цикл рабочих поездок в Центр избиркома по всем регионам страны. Такой тур проходит впервые за годы независимости. Сегодня члены Центрального избирательного комитета встретились с жителями Алматинской области и обсудили новый формат избирательных процессов. Алматинская область уже девятая по счету в их рабочем туре. На встрече обсуждался комплекс вопросов и предложения по осовершенствованию избирательной системы, выборного законодательства и его правоприменения при организации и проведении выборов. Диалог происходил с членами областных избирательных комиссий, представителями политических партий, неправительственных организаций и СМИ. В частности, в ходе обсуждения глава ЦИК отметил, что основной задачей Центра избиркома и ниже стоящих избирательных органов является обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством. На одно освободившееся место в Сенате кандидат будет избираться из вашей, Алматинской области. Также в виде пилотного проекта с 2024 года будут проходить прямые выборы районных акимов. Во время диалога с членами Центра избиркома в ЖИТСУС-то задавали вопросы и озвучивали предложения. Более 10 человек воспользовались возможностью поделиться идеями и получить ответ лично от председателя комитета. Для большей прозрачности предложили цифровизировать избирательный процесс. Хотела бы предупредить, что все виды электронного голосования это очень дорогая тема. Очень дорогая тема. Но если будет принято решение, если народ за новые такие вот новые предложенные, защищенные, объясненные формы голосования, то, естественно, мы тоже будем двигаться вперед. Все вопросы и предложения стенографировались, после чего они будут обсуждаться и исследоваться в столице. В ближайшие дни члены ЦИК посетят Кустанайскую и Западно-Казахстанскую области. Рабочий тур завершится 12 мая. Пастбищные земли, проблемы поливной воды, субсидии и другие актуальные вопросы стали темой обсуждения на прошедшем Талдыкургане Курултая Национальной ассоциации животноводов Казахстана Шопаната. Как и какие проблемы крестьян будут решаться, смотрите в нашем следующем сюжете. Курултай в нынешнем году объединил более 100 фермеров региона. Каждый из них связывает с ним большие надежды. О проблемах говорили откровенно. Мы родом из села Кокпак Раимбекского района. Здесь проживает 400 семей. 150 из них не имеют ни одного гектара земли. У нас нет никакого производства. Основное занятие сельчан – растение водства и разведение домашнего скота. Но даже пасти животных нам негде. Вода из Харгоса покрывает орошаемые земли района. В связи с этим необходимо большое водохранилище вдоль границы с ним. Из года в год водохранилище уменьшается, а по мере его уменьшения возникает дефицит воды. Вот уже много лет не теряет своей актуальности проблема получения пазвичных земель. Их нехватка негативно сказывается не только на открытии собственного дела, но и на развитии уже действующего. И эта проблема присуща для каждого региона. В том числе и по фактам долгосрочной аренды земли, неиспользуемой по назначению. Участники Курултая требуют разобраться в этом деле, чтобы в будущем каждый из нуждающихся смог получить долгожданный пай. По оценкам экспертов, в настоящее время в Алматинской области рассматривается вопрос возврата государству более 1 миллиона гектаров неиспользуемой земли. За один день проблемы не решить, поэтому здесь находятся приглашенные специалисты, в том числе руководители и заместители госучреждений. Я также отмечаю себе каждое ваше критическое замечание. Завтра мне будет легче работать. Не менее острым остается дефицит поливной воды. Из-за прошлогодней засухи пострадали многие хозяйства Алматинской области. Внедрение современных водосберегающих технологий может решить эту проблему. Однако этот метод затратный и не каждому по карману. А потому большинство фермеров просят предоставить скидку на использование инновационного решения. При отсутствии СПК каждому фермеру мы дадим субсидию в размере 23 тиин. Тогда они будут платить 55 тиин вместо 78 тиин за кубометр воды. Это большое подспорье для небольших хозяйств. Средства можно выделить как из республиканского бюджета, так и из областного. Единственное, нужно внести некоторые изменения в закон. Объединяться в сельскохозяйственные кооперативы предложили собственникам небольших фермерских хозяйств. Таким образом, для многих крестьян решится вопрос получения субсидий, лизинга техники и другого. Преимуществом таких союзов станет увеличение выращиваемой продукции, налаживание стабильного сбыта, а значит увеличение прибыли. В настоящее время в Алматинской области свыше 30 действующих кооперативов. Более 80% из них задействованы в мясном и молочном животноводстве. В области еще много небольших крестьянских хозяйств с земельным наделом в 5-10 гектаров. Нужно использовать опыт наших коллег из южного региона и объединить мелкие хозяйства в кооперативы. Пересмотреть сельскохозяйственные реформы стало еще одним требованием участников Курултая. Из-за принятых 5 лет назад нерациональных, по мнению участников съезда, поправок, сегодня многие хозяйства по разведению коней и верблюдов попросту лишены государственной поддержки, в отличие от свиноферм. К тому же, часть изменений уже не актуальны, считают участники Курултая. Если я приобретаю трактор, мне дадут всего 25%. Получается, трактор «Беларусь-82» — это 1 миллион 700 тысяч от суммы в 6 с лишним миллионов. Однако сумма 6 миллионов 800 тысяч — это цена, по которой оценивался процент еще в 2014-2015 годах. На сегодняшний день Курултай Национальной Ассоциации Животноводов Казахстана «Шопаната» проводится в каждом регионе страны. Один из экспертов сельского хозяйства — Алмазбек Садырбаев. Он инициирует встречи с крестьянами из разных регионов республики, чтобы не только обсудить проблемы отрасли, но и решать их на районном и областном уровнях. А ряд актуальных предложений фермеры адресуют в профильное министерство. Гульмира Тимиргалиева, Мадина Берехтаза, Надир Хамзин, телекомпания ЖТСУ. Обеспечение благополучия населения — цель устойчивого развития государства. Под таким девизом на площадке ЖТСУ-Медиа состоялся семинар, где обсудили острые проблемы населения региона. Инициатором мероприятия выступил Национальный институт при поддержке казахстанского представительства ООН. Сейчас для казахстанского общества проблемами первостепенной важности являются вопросы трудоустройства, борьбы с социальным неравенством и несправедливостью, а также финансовое благосостояние. Аналогичные семинары уже проводились во всех регионах страны в 2019 году. Двусторонний диалог с представителями разных слоев населения помогает определить видение граждан решения озвученных проблем. Вместе с тем, выход из этой ситуации зависит не только от правительства местных исполнительных органов, но и всех категорий населения, подытожил организатор мероприятия. В формате деловой игры мы работаем, называется «Миссия 2030». И у участников будет возможность в формате деловой игры представить свое мнение и также определить основные проблемы, и также мы совместно будем определять те цели, на которые нужно будет сделать основной акцент при подготовке добровольного национального обзора. Потому что в целом общее количество целей устойчивого развития составляет 17, но каждая страна имеет право определять основные цели, приоритетные цели, на которых нужно будет сделать основной акцент, более детальный анализ. В Талдыкургане прошел региональный семинар по проекту «Молодой специалист». В нем приняли участие работодатели и руководство общепрозывательных школ области. За время реализации проекта в нем приняли участие 12 колледжей, один из них гуманитарно-технический. С недавнего времени в учебном заведении внедрена новая специальность – мастер мебельного производства. По словам педагогов колледжа, приобретенные знания позволяют студентам производить качественную офисную мебель. Благодаря улучшенной материально-технической базе и опытным наставникам для выпускников не составляет труда найти работу. На сегодняшний день уже туда устроены порядка 90% молодых специалистов. В этом году в планах руководства учебного заведения увеличить этот показатель до 93%. Сейчас задача стоит именно увидеть спрос рынка труда, поэтому мы позвали партнеров. Здесь присутствует управление предпринимацией инновационного развития в Алматинской области, управление социальной защитой. Есть представители палаты Атамикен, которые формируют именно спрос специальности. Мы готовы на сегодняшний день на базе 9 и на базе 11 классов обучать наших учащихся. Мы готовы в летний период обучить именно представителей молодежи, которые не получили профессию. На сегодняшний день все колледжи Алматинской области готовы к этой процедуре. Полицейские Алматинской области проводят очередные отработки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Работа проводится в основном в Ильинском и Карасайском районах, где наблюдается затрудненное дорожное движение с насыщенным потоком автотранспортных средств. В последнее время от участников дорожного движения участились жалобы на так называемых обочечников, которые объезжают пробки со стороны обочины или и того хуже по полосе встречного движения. В рамках этой отработки наряды патрульной полиции проводят профилактику и применяют действенные меры по отношению к таким правонарушителям. Ведь подобные нарушения ПДД могут повлечь за собой серьезные последствия. С начала года стражи порядка составили 278 протоколов по статье 596, часть 1 КОАП Республики Казахстан, то есть нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Сегодня в Казахстане повысили пороги достаточности для срочного снятия части пенсионных накоплений на жилищные вопросы и проблемы со здоровьем. Стоит отметить, что теперь для 20-летних порог достаточности составляет чуть более 3 миллионов тенге. Еще недавно он составлял около полутора миллионов. В возрасте 30 лет показатель должен держаться в районе 4,5 миллионов тенге. Для 40-летних порог в достаточности приблизился к 5,7 миллиона тенге. Стоит напомнить, что меры эти были предприняты в связи с повышением МРП с 2917 до 3063 тенге, минимальной пенсии с 43 272 до 46 302 тенге. Реформы должны были вводиться с начала 2022 года, однако после шквала недовольства и критики со стороны граждан Касымжом Артокаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. С сегодняшнего дня казахстанцы вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более одного месяца. Такая возможность появилась благодаря соглашению между правительствами двух стран, действие которого вновь возобновлено. Визовые требования в отношении казахстанских граждан были ранее приостановлены из-за пандемии. Инициатором такого решения стала южнокорейская сторона. Однако для граждан нашей страны, имеющих намерение посетить Корейскую Республику с целью трудовой деятельности, учебы или проживания, требуется соответствующая виза. На данный момент здесь действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан, прибивающим в Корею гражданам по безвизовому режиму, необходимо подать на сайте www.keta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке. Сделать это следует не менее чем за 24 часа до вылета. Лишь после этого можно получить одобрение южнокорейских властей на въезд. Однако если у гражданина такого разрешения нет, авиакомпания вправе отказать пассажиру в посадке в самолет. Необычную выписку из роддома устроил 30-летний алматинец, сообщает New Times KZ. Сотрудники роддома Южной столицы стали очевидцами оригинальной выписки. Новоиспеченный отец прибыл забирать жену и сына кортежем из пяти камазов. 27 марта у пары родился сын весом 3,9 кг, ростом 55 см. Малыша назвали Айтуре. Молодая семья уже воспитывает двоих старших детей, сына и дочь. По словам женщины, ее супруг работает водителем КамАЗа. Однако о готовящемся сюрпризе она не подозревала. Поэтому выписка с кортежем из камазов стала для нее полной неожиданностью. Креативным родителям 29 и 30 лет сотрудники родильного дома отмечают, что за годы работы видели немало пышных выписок, но в проводы Айтуре им запомнятся навсегда. В Актубе прохожие спасли девочку, тонувшую в орке. Видео спасения ребенка снял очевидец. Инцидент произошел в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса Арбат, передает закон КИЗ. На видео женщина указывает прохожим на упавшую в талую воду девочку, которую буквально засасывала большим потоком в орочные отверстия. Предположительно, школьница не смогла самостоятельно выбраться из-за рюкзака, который, видимо, за что-то зацепился. Прохожие, а это было несколько мужчин, кинулись на спасение ребенка. Как видно на записи, с большим трудом, но им все же удалось спасти девочку. Как оказалось, на помощь ребенку пришли аж 7 человек. Отметим, что в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона не владеют информацией о данном инциденте. Членство в бандитских группировках ведет либо к смерти, либо к тюрьму. С таким экстренным предупреждением выступил президент Сальвадора. На сегодняшний день страна принимает жесткие меры против членства в запрещенных группировках. После волны убийств в минувшие выходные, где погибло 80 человек, только за один день – это самый большой показатель смертности за последние годы в Сальвадоре. Президент также опубликовал файлы содержания заключенных в тюрьмах для особо опасных преступников и напомнил о том, что детей и взрослых, кто причастен к таким организациям, будет ждать такой же удел. Глава ООН призывает к пожертвованиям, запустив крупнейшую историческую кампанию для помощи Афганистану. Стоит отметить, что по подсчету ООН для борьбы с сильнейшей бедностью в Афганистане потребуется 4,5 миллиарда долларов. Стоит напомнить, что после прихода к власти талибов основная часть населения лишилась своей работы, а заработная плата была понижена до критического минимума. Из-за текущей ситуации в стране жители вынуждены идти на крайние меры. Поэтому особым спросом в стране сейчас пользуются продажи внутренних органов и операции по пересадке. В Сри-Ланке демонстрационные протесты переросли в штурмование президентского дома. Стоит отметить, что мирные митинги начались на фоне тяжелого экономического состояния. Впоследствии пикеты переросли в хаотические насильственные акты. Полиция задержала уже 45 нарушителей и ввела комендантский час. Власти отмечают, что протестующие это организованные экстремисты, которые пытаются создать анархию в стране. Подведены итоги чемпионата Республики Казахстан по национальным видам конного спорта среди молодежи до 23 лет. Он проходил на ипподроме Байсерке Агра в селе Панфилово Толгарского района. Борьбу за главный приз вели 15 команд из 14 областей и города Алматы. По результатам шести соревновательных дней в игре Кокпар самыми ловкими и сильными признаны кокпаристы Туркестанской области. Им удалось в финале обыграть представителей Казалардинской области. В тройке общекомандного зачета также игроки Жамбылской области. Среди победителей и призеров национальной игры Аудараспак, состязания в которой прошли по восьми весовым категориям, есть и представители Алматинской области. Это Нурпиис Берлек и Муратулы Турар. Победители завоевали не только копки, грамоты и ценные призы, но и право на участие в чемпионате Азии по национальным играм, который состоится летом этого года в Туркестане. Состязания республиканского значения мы проводим именно в Алматинской области уже не первый год. Здесь очень хорошие условия для организации соревнований. Иппатрон Толгарского района соответствует всем международным стандартам. А сами состязания всегда организованы на высоком уровне. Нужно отметить, что в целом в нашей стране в настоящее время уделяется огромное внимание национальным играм, которые носят соревновательный и спортивный характер. Ведь они уже обрели всемуирную популярность. Доводим до сведений жителей Алматинской области. Завтра, 2 апреля, будет проведен субботник. Он стартует в 9.00 часов. К субботнику привлекаются сотрудники всех областных и городских учреждений, а также общественные объединения. В этот день, кроме уборки территории, будет проводиться высадка зеленых насаждений. В субботнике примет участие глава Алматинской области Канад Бузумбаев. Просим каждого показать пример бережного отношения к природе и поучаствовать в уборке своего двора, парка, улицы или сквера. Ведь край ЖДСУ – наш общий дом. А у меня на этом все. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин